Углеводное чередование Все просто. Ты будешь чередовать дни с низким и высоким содержанием углеводов при достаточном потреблении белка и минимальном проценте жиров в рационе. Таким образом, ты заставляешь работать свой инсулярный аппарат в особом режиме, что вызывает мощный анаболический отклик организма. Кажется сложным только на бумаге, зато потери мышечной ткани при этом исключены или сведены к минимуму. Один цикл составляет 4 дня. Количество таких циклов от 7 до 14. Потребление углеводов на среднем уровне 3 грамма на 1 килограмм твоего веса. Потребление белков умеренно 2 грамма на 1 килограмм твоего веса. Низкое потребление жира 0,5 грамма на 1 килограмм твоего веса. Твой организм получает достаточное количество энергии для поддержания жизненно важных процессов. Приемы пищи должны быть частыми от 4 до 6 раз в день. Потребление углеводов на низком уровне 1 грамм на 1 килограмм твоего веса. Потребление белков высокое 3 грамма на 1 килограмм твоего веса. Низкое потребление жира 0,5 грамма на 1 килограмм твоего веса. В этот день ты ограничиваешь потребление углеводов. Высокое количество белка защищает мышцы от использования их в качестве источника энергии. Низкое количество поступающих с пищей углеводов и жиров заставляет организм использовать для энергетических потребностей подкожный жир. Потребление углеводов на низком уровне 1 грамм на 1 килограмм твового веса, потребление белков высокое 3 грамма на 1 килограмм твового веса, низкое потребление жира 0,5 грамма на 1 килограмм твового веса. Полностью повторяет режим второго дня. Организм израсходовав в качестве топлива глюкозу, накопленную в крови, затем гликоген из печени и мышц на полную мощь начинает использовать излишки жира. Жиры расщепляются на глицерин и жирные кислоты, которые в свою очередь окисляясь преобразуются в глюкозу. Потребление углеводов на высоком уровне от 4 до 7 грамм на 1 килограмм твового веса, потребление белков среднее 2 грамма на 1 килограмм твового веса, низкое потребление жира 0,5 грамма на 1 килограмм твового веса. Это самый приятный день цикла. Умеренное содержание белков оправдано высоким количеством углеводов. Организм пополняет опустошенное гликогеновое депо. Мышцы, нуждающиеся в восстановлении, активно используют углеводы и превращение их в жир не происходит. Мышцы буквально набухают, так как 1 грамм гликогена связывает 4 грамма воды. В этот день хорошо провести интенсивную тренировку. Суть такого чередования в том, что организм не адаптируется к постоянному количеству калорий, и метаболизм не замедляется, а наоборот раскачивается, и сжигание жира происходит усиленными темпами. Затем следует вернуться к режиму первого дня, чтобы и далее способствовать высокому уровню обмена веществ. Еще одно важное условие – это диета должна проводиться на фоне интенсивных тренировок. Понравилось видео? Обязательно подпишись на канал, поставь лайк. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok